Один из террористов, подорвавших себя в аэропорту Брюсселя, несколько лет назад работал в Европарламенте. Он был сотрудником клининговой компании, у которой был контракт на уборку зданий. При этом работники фирмы имели доступ и к офисам депутатов. Информацию, не называя конкретного имени, подтвердили в Еврокомиссии. Но СМИ считают, что речь идет о Наджиме Лохруи. Он был одним из двух террористов в черном, которых зафиксировали камеры наблюдения. Их личности известны. А вот третий в бельгийской прессе, его называют мужчина в шляпе, до сих пор не идентифицирован. Между тем, спустя две с лишним недели после террористов в бельгийской столице возобновляют полеты в Брюссель. Аэрофлот сегодня будут отправлены первые после перерыва рейсы. Авиакомпания предупреждает, что регистрация на этом направлении будет проходить за три часа до посадки. При этом в бельгийском аэропорту до сих пор не работает общественный транспорт. Доступ туда имеют только частные автомобили и такси.